Служба в Министерстве чрезвычайных ситуаций является почетной, ведь попасть сюда может только половина всех желающих, а вторая половина отсеивается при жестком отборе сотрудников по физическим, медицинским и моральным показателям. Работа в МЧС сопряжена с рисками для здоровья и жизни, а потому служащие достойны не только уважения, но и всяческих преференций, среди которых значатся льготы на прохождение лечения, бесплатное пребывание в санаторно-курортных учреждениях. Бесплатный билет до места лечения, безвозмездное обеспечение формой и, наконец, предоставление жилой площади на ее покупку, начисляется единовременная социальная выплата сотрудникам МЧС. Рассмотрим, какие выплаты в 2020 году и как их получить. Какие льготы полагаются сотрудникам МЧС? В связи с тем, что служба в МЧС предполагает наличие рисков для жизни и здоровья, сотрудникам службы полагается множество преференций в различных сферах, бесплатная медицинская помощь, включая срочную. Лечение сотрудников МЧС проводится в подведомственных медицинских центрах, но если помощь понадобится в срочном порядке, например, служащий получил серьезную травму, обращаться можно и в обычные местные поликлиники. Бесплатные медицинские препараты. Расходы на выдачу лекарств берет на себя ведомство МЧС. Бесплатное пребывание в санаториях и курортах, причем оплачивается также и проезд до места лечения или оздоровления. Для служащих МЧС организованы специализированные курортные базы, где они могут отдыхать всей семьей. Детские пособия вплоть до исполнения детям 18 лет, декретные выплаты. Пенсионерам, бывшим сотрудникам МЧС с особыми заслугами, полагается надбавка к пенсии. Бесплатное пребывание ребенка сотрудника МЧС в детском лагере или других местах отдыха. Отдых дважды в год села оплатой проезда и пребывание в отеле при проживании в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири. Читайте также статью «Единовременная социальная помощь в МВД в 2020 году». На каких условиях назначается единовременная социальная выплата сотрудникам МСЧ? Законопроект о выделении социальной помощи на приобретение квартир и улучшении условий проживания семьям сотрудников МЧС был вынесен на рассмотрение еще в 2013 году, но закон был принят и вступил в силу лишь в прошлом году. Согласно его положениям, служащим МЧС полагается единовременная социальная выплата, которая может быть потрачена исключительно на покупку квартиры или улучшение имеющегося жилья. С этой целью в МЧС была назначена комиссия, уполномоченная на ведение базы данных и вынесение решений по поводу выплаты пособия или отказа в начислении средств на законных основаниях. На выплату могут рассчитывать сотрудники МЧС, служащие Министерства внутренних дел, сотрудники таможни, служащие иных государственных учреждений. При переводе на другую государственную службу или должность невозможно претендовать на вторичное назначение выплаты социального пособия. Кроме того, пособия могут оформить и члены семей сотрудников МЧС, проживающие вместе с ними, не в том случае, если кто-либо уже успел подать заявление на выплату, она может быть начислена лишь единожды, иждивенца сотрудника МЧС, дети с группой. Инвалидности в возрасте до 23 лет. Дети, являющиеся студентами очной формы обучения в ВУЗе, в возрасте до 23 лет. Несовершеннолетние дети служащего МЧС. Вдовы и вдовцы сотрудника МЧС, состоявшие в официальном браке со служащим на момент. Его смерти. Мужья и жены, состоящие в официальном браке с сотрудником МЧС. Чтобы иметь право на получение единовременной социальной помощи, ни один из членов семьи сотрудника МЧС не должен иметь собственного жилья, а имеющееся у семьи жилое помещение должно быть съемным или признанным несоответствующим санитарным. Или техническим условием проживания. Еще одним условием получения выплаты является наличие трудового стажа не менее 10 лет. Полученные средства разрешается расходовать только на цели, указанные в законе. Главная задача осуществления единовременных выплат – обеспечение жилыми помещениями, пригодными для комфортного проживания в них семей сотрудников МЧС. Направить средства единовременного пособия разрешается на покупку квартиры или дома, погашение ипотечного кредита на приобретение жилья, но не на уплату штрафов и пений по задолженности, проведение необходимых коммуникаций, проведение ремонта помещения. Читайте также статью «Помощь валютным ипотечникам». Как рассчитывается жилая площадь помещения? Так сложилось, что несмотря на заслуги сотрудников МЧС, условиях проживания их семей оставляют желать лучшего. У них либо нет собственных квартир, и они живут в съемных квартирах, общежитиях, коммунальных квартирах и неизолированных комнатах, либо проживают в ветхом жилом помещении, порой без коммуникаций. Многие квартиры и дома находятся в аварийном состоянии, а на каждого члена семьи недостает нескольких квадратных метров площади. Согласно установленным нормам, минимальное количество квадратных метров площади жилья на одного человека составляет 33 кВМ. Если в квартире проживает двое людей, показатель увеличивается до 42 кВМ. Если в семье более двух человек, на каждого члена семьи должно приходиться по 18 кВМ. В каком размере начисляется единовременная социальная выплата сотрудникам МЧС? Величина единовременной выплаты рассчитывается в индивидуальном порядке. Согласно установленным нормам, минимальное количество квадратных метров площади жилья на одного человека. Согласно установленным нормам, минимум, в КВМ. 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 Согласно установленным нормам, в КВМ. Поскольку не всегда Все сотрудники МЧС имеют одинаковые условия проживания, размер пособия варьируется в зависимости от региона проживания, стоимости жилья, количества. Поскольку сотрудники имеют одинаковые условия проживания, имеют одинаковые условия мобороны. Членов семьи трудового стажа, наличие заслуг, воспитание детей-инвалидов, наличие членов семьи на иждивении, звание служащего. К примеру, если сотрудник МЧС трудился на протяжении более 20 лет в своей должности, сумма выплаты будет увеличена на добавочный коэффициент. Вообще, сумма единовременной помощи может достигать 70% общей стоимости жилого помещения или затрат на ремонт. Как оформляется единовременная социальная выплата сотрудникам МЧС? Единовременная социальная выплата сотрудникам МЧС выплачивается за счет федерального бюджета, местные бюджеты не участвуют в финансировании, а потому очередь на получение выплат является единой по стране. К сожалению, на данный момент очередь из желающих получить единовременную помощь довольно большая, так что выплаты приходится ждать более года. По месту несения службы формируются списки и создается специальная комиссия, принимающая решение, чью заявку удовлетворить, а кому отказать. Заявления принимаются от самих служащих и от членов их семей в том случае, если сотрудник МЧС умер или погиб, обратиться за выплатой нужно в рамках 12 месяцев после его кончины. Сумма будет поделена между всеми домочадцами, имеющими право на получение пособия. В том случае, если жилье было куплено или взято в ипотеку перед подачей заявления, можно в течение 30 дней после подписания соответствующего договора принести комиссии, подтверждающие документы. Заявление пишется на имя начальника главного управления службы МЧС по региону. Рассматриваются документы до 90 дней. Какие документы нужны для получения единовременной выплаты? Для подачи заявления на получение единовременной выплаты сотруднику МЧС необходимо заранее позаботиться о получении следующих документов. Документ, где получить ксерокопии паспортов РФ всех членов семьи старше 14 лет МВД РФ свидетельство. О рождении всех детей до 14 лет органы ЗАГС свидетельство обязательного пенсионного страхования ПФР свидетельство о заключении брака. О расторжении брака органы ЗАГС трудовая книжка с записями о трудоустройстве или справки свидетельствующие. О наличии заявленного трудового стажа по месту службы свидетельства о материальном обеспечении иждивенцев при наличии УЗ-заключения медико-социальной экспертизы для членов семьи с инвалидностью, бюро М-выписка из домовой книги. Свидетельствующие о площади жилого помещения ЖЭУ. Администрация поселения справка о составе семьи ЖЭУ. Паспортный стол, справка об отсутствии иного жилого помещения БТИ, ксерокопия договора аренды квартиры или купли-продажи жилья У. Продавца или арендодателя жилья справки о доходах всех членов семьи по форме 2 НДФЛ ФНС РФ законодательные акты по теме. Федеральный закон от 30 декабря 2012 года номер 283 ФЗ о денежном довольстве военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат о льготах и выплатах сотрудникам государственных служб типичные ошибки. Ошибка. Сотрудник МЧС купил квартиру в кредит и подал заявление на получение единовременной социальной помощи спустя полгода после подписания ипотечного договора. Комментарий. Выплата будет произведена лишь в том случае, если заявление подается не позднее 30 дней с момента покупки квартиры и заключения договора об оформлении ипотечного кредита. Ошибка. Родственники умершего сотрудника МЧС подали заявку на получение единовременной финансовой помощи, когда с момента смерти служащего прошло 5 лет. Комментарий. Членам семьи погибшего или умершего сотрудника МЧС позволено получить за него единовременную выплату в том случае, если с даты смерти прошло не более первого года. Ответы на распространенные вопросы о том, кому положена единовременная социальная выплата сотрудникам МЧС. Вопрос номер один. Можно ли, получив единовременную социальную помощь на покупку квартиры, выплатить банку задолженность по штрафам и пеням, начисленным за несвоевременную уплату ипотечного кредита? Ответ. Нет. Данная цель расходования средств не предусмотрена законом. Вопрос номер два. Если мой супруг, являющийся сотрудником МЧС, подал заявление на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий, а затем начал делать ремонт своими силами, не дождавшись решения комиссии, будет ли ему начислено? Социальная помощь? Ответ. Как правило, заявителям, которые расширили жилплощадь или произвели ремонтные работы, тем самым улучшив состояние квартиры, комиссия отказывает в выплате единовременного пособия, поскольку их жилье уже стало отвечать условиям комфортного проживания. Видеосоветы. Владимир Пучков взял на личный контроль вопроса социальных выплат сотрудникам МЧС. В видео раскрывается информация о том, кто контролирует социальные выплаты сотрудникам боевых подразделений Министерства. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!